всем привет продолжаем продолжаем копипастить уроки с этого сайта уроки по sdl все уроки все взято вот отсюда вам я иду тема в тему то есть как автор сделал так я тоже и показываю а вот поэтому 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 как есть что-то полностью грубо и родословно что-то я может быть свое добавляю короче короче сегодня у нас урок 14 анимированные спрайты и в sync вертикальной синхронизации и что мы здесь видим мы здесь видим анимацию спрайтов дело в том что у нас был урок 11 в котором я эту анимацию уже сделал вот здесь тоже самое ну почти то же самое здесь то что можно было бы сказать в уроке одиннадцатом я думаю автор мог бы количество этих уроков сократить наверное вдвое но возможно в этом тоже ну не знаю такой тоже возможно это тоже правильно да такие короткие уроки и с каждым уроком по одной-две функции новых добавлять не знаю короче здесь у нас анимация спрайтов анимация спрайтов была разобрана мной в одиннадцатом уроке давайте сейчас запустим 11 урок от 11 11 сейчас посмотрим что изменилось вот здесь у меня спрайты есть и здесь у нас типа идет зомби то есть 14 урок полная копия этого за исключением двух вещей смотрите в одиннадцатом уроке для того чтобы тормознуть выполнение была задержка на 66 миллисекунд потому что есть этой задержки не будет поэтому вы понимаете на разном компьютере вот эта скорость перемещения вот этого зомби будет разное то есть здесь сколько успевает кадров отрисовать столько и получается здесь же мы считаем что вся эта операция происходит за 0 миллисекунд и здесь ставим 66 миллисекунд задержка соответственно получается порядка 30 кадров в секунду вот чтобы сделать 60 кадров в секунду то получается делаем где-то 33 миллисекунды вот вот не погодьте как раз вот до 30 fps как раз вот так вот чтобы по моему 60 fps где-то вот так вот если 16 да вот все правильно то есть 33 миллисекунды это грубо говоря 30 кадров в секунду вот но но дело в том что есть такое понятие как вертикальная синхронизация что такое вертикальная синхронизация то есть вертикальная синхронизация позволяет обновлять экран в те моменты когда обновляется сам монитор вот и большинство мониторов работают в режиме 60 кадров в секунду то есть обновление 60 раз в секунду происходит соответственно мы можем включить вертикальную синхронизацию и у нас будет 60 кадров в секунду но 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 на некоторых ком компьютерах точнее ну с некоторыми мониторами это может быть быстрее или медленнее все зависит от частоты синхронизации на вертикальной синхронизации монитора но тем не менее нам уже не нужно ручками удерживать то есть в этом случае у нас работала бы то есть скорость отображения была бы одинаково на всех которые успевали будет делать 30 кадров в секунду вот давайте посмотрим наш урок 14 то есть что добавилось смотрите при создании окна при создании от не понял это 14 14 что-то а не все короче отсюда скопируем вот нужно нам при создании рендера вот еще сделать вот так установить sdl то есть чтобы чтобы хардвар но так сказать это рисовалось то есть с помощью видеокарты рендер и еще установить флаг чтобы была включена вертикальная синхронизация давайте посмотрим на эту функцию в справке вот и какие флаги принимает так и флаги где у нас тут я у нас тут эти флаги вот они вот они дель рендер флаг и здесь у нас что здесь у нас с помощью видеокарты идет отрисовка дальше дальше у нас есть синхронизация вот ключи на синхронизация которая зависит от частоты обновления монитора такого смотрите вот мы добавили это этот флажочек и все и можно можно выпиливать вот ой-ой-ой подождите и не туда добавил я добавил это не туда давайте я сделал контроль x вот урок 14 да вот вот сюда надо а давайте сделаем вот так вот чисто ради эксперимента запускаем сейчас это 14 урок чего такое они скопированы картиночки как это не скопированы вот же не есть так еще раз так сейчас разберусь а ну да я же их не скопировал вот сюда вот так смотрите вот я запустил вот 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 у нас наш зомби идет и здесь у нас есть ограничение 66 миллисекунд давайте я сейчас его уберу запущу и как мы видим очень очень быстро все рисуется очень все быстро теперь включим поддержку вертикальной синхронизации запуска и как мы видим все у нас верно то есть сколько раз у меня обновляется монитор столько раз и столько кадров короче отрисовываются здесь вот есть достаточно включить только l renderer present в синг и все так давайте я перейду еще сюда ничего ли я не забыл нет ничего я не забыл поэтому поэтому если хотите можете использовать вертикальную синхронизации но на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока